Уважаемые коллеги, уважаемые члены президиума, я слушал сегодня доклады и в общем-то еще раз, в очередной раз восхищался, какие возможности есть сейчас в 21 веке по спасению жизни. Вот Нарак Варданович рассказал, что можно делать при инсульте, при инфаркте, при кровотечении, но для того, чтобы это можно было реализовать, человек должен добраться до стационара и дожить при возникновении такой проблемы. А в своем докладе Сергей Федорович Багненко сказал, что при внезапной сердечной смерти только в случае, если помощь начала оказываться до прибытия бригады скорой медицинской помощи, есть какой-то шанс. Он назвал три случая, но, наверное, вы понимаете, что это очень мало для нашей страны. Поэтому у меня доклад именно об этом, именно о первой помощи в Российской Федерации. И в своем докладе я расскажу о том, что сейчас происходит в этом отношении, какие есть проблемы, но не все, потому что это было бы слишком долго, и, соответственно, какие есть ближайшие перспективы для того, чтобы эту ситуацию улучшить от той, которая есть на самом деле сейчас. Про терминологию. Это тоже очень важно, чтобы не путаться в понятиях. Называть этот вид помощи нужно только первая помощь. Я, честно говоря, в этом году уже думал, ну, наверное, надоел всем, рассказывая все время, что так нужно называть. Но, тем не менее, попался документ, который в 2016 году был принят Минтрудом, и тут вы видите аптечки для оказания первой доврачебной помощи, медикаменты, которые там для оказания первой доврачебной помощи до сих пор. Каша в головах, извините уж за сленг, существует, и поэтому, ну, вот вынужден вам, может быть, банальные вещи говорить о том, что этот вид помощи нужно называть только первая помощь, без слова медицинская, доврачебная, так как это лицензируемые виды деятельности. Значит, к сожалению, понимание, для чего нужна первая помощь, тоже не всегда одинаково. Иногда люди пугаются того, что это большой объем знаний, что нужно много сделать, что нужно много для этого знать, что это могут сделать только медицинские работники. На самом деле нужно понимать, что первая помощь – это довольно короткий этап временной. Да, вот мы были недавно с коллегами в Израиле, там вообще они говорят, 7 минут, первые 7 минут, что мы делаем, все остальное, а потом приезжает скорая помощь. Ну, у них все равно поменьше, побыстрее, у нас этот промежуток чуть побольше, но все равно это не полная ответственность за жизнь и здоровье пострадавшего, а нужно не дать человеку умереть здесь и сейчас. На этом слайде показано, что первая помощь, она тоже неоднородна. Она может оказываться, как обывателем, да, вот первая пиктограмма, да, которая, в общем-то, может быть не обучен, может быть не оснащен, но, тем не менее, он тоже что-то может сделать. Помощь может оказываться водителем, который оснащен автомобильной аптечкой, который обучается или должен, как минимум, обучаться на автокурсах, поэтому чуть более подготовленный, хотя он, как и обыватель, не обязан оказывать первую помощь. Дальше приезжают уже профессионалы, полиция, сотрудники пожарной охраны или МЧС, которые уже по законодательству обязаны оказывать первую помощь и, соответственно, для этого подготовлены, обучаются и оснащены. После этого скорая медицинская помощь доставляет пострадавшего в стационар и лечение продолжается, вот как раз появляется та возможность применить те технологии, о которых мы сегодня много слышали. Так вот, задача на каждом этапе не решить все проблемы с пострадавшим, не решить все проблемы с его здоровьем и состоянием, а не дать ему умереть до прибытия более квалифицированного персонала. Здесь и сейчас. То есть, если это обыватели или водители, до прибытия профессионалов, например, сотрудников МЧС или сотрудников полиции, которые должны это делать лучше, те ждут прибытия скорой помощи, поддерживают состояние пострадавшего. Иногда это несколько минут, но в частности, при внезапной сердечной смерти, как Сергей Федорович об этом говорил, 10 минут есть на все про все, после этого смерть мозга и вообще никаких шансов не остается у пострадавшего на нормальную жизнь или на жизнь вообще. Поэтому нужно понимать, что первая помощь это достаточно просто, достаточно коротко по времени, ну и дальше я попытаюсь доказать, что это и исполнимо. Но при этом есть какая проблема сейчас, я не все проблемы обещал вам рассказывать, но одна из проблем это то, что вот тот приказ Минздрава, который утвердил 11 мероприятий первой помощи, приказ номер 477, он был рассчитан на каждого обывателя, на каждого гражданина Российской Федерации и в связи с этим, значит, он не мог быть очень расширенным, он не мог быть очень большим, потому что каждый гражданин не может быть подготовлен по большому объему знаний. Но возникла проблема, что есть категории граждан, категории сотрудников, которые должны и могут оказывать эту помощь в большем объеме. Ну, в первую очередь, это, наверное, сотрудники МЧС, которые входят в очах и скорая помощь туда просто не прибывает никогда, да, потому что не имеет права. Это люди, живущие на отдаленных территориях, это сотрудники транспорта, когда самолет улетел и скорая помощь туда тоже не приедет, пока не сядет самолет и так далее. Я не буду перечислять всех, значит, и, мало того, проблема возникла какая? Что раньше это как-то решалось иногда, когда на место, где, возможно, какая-то авария, брали медицинского работника в штат или там в поход пошли, взяли с собой врача. Но надо понимать, что это не решает проблему. Почему? Потому что по закону о здравоохранении у нас медицинская помощь оказывается не врачами или фельдшерами, а она оказывается медицинскими организациями. И это лицензируемый вид деятельности. Соответственно, врач, оказавшись на месте происшествия, все равно не может делать сейчас больше, чем это делает обычный обыватель, да, те самые 11 мероприятия. И в связи с этим возникает вот какой разрыв какой, да, то есть у нас есть левая часть слайда, это базовая первопомощь, которая оказывается всеми. А первая медицинская организация, которая попадает как раз под законодательство, это скорая медицинская помощь, ну, или медицина катастроф. Между ними находится большой разрыв, куда в этот разрыв попадает, ну, на слайде так, пиктограммами изображено, большое количество разных участников, которые могли бы и должны были бы оказывать первую помощь в большем объеме, но сейчас не имеют права это делать. Это и люди удаленных районов, пожарные, спасатели, сотрудники опасных производств, сотрудники транспорта, полиция. И даже вот в углу, в правом нижнем, знак «врач за рулем», да, раньше, он до сих пор в правилах дорожного движения есть, но практически исчез со стекол автомобиля. Почему? А потому что врач за рулем – это обычный водитель. Он сейчас не имеет права делать что-либо больше, нежели чем обычный обыватель, потому что он не имеет права оказывать медицинскую помощь вне медицинского учреждения. Ну, если это не врач скорой помощи, исполняющий свои обязанности. Значит, но проблема долго уже муссируется, была уже одна попытка введения поправок законодательства для того, чтобы ввести понятие расширенной первой помощи, то есть разделить первую помощь на два вида базовой первой помощи, расширенная. А сейчас это попыткой пошла вторая, не далее, как 19 октября, прошу прощения, состоялся круглый стол в Думе. Комитет по охране здоровья Госдумы возобновил эту работу, провел вот этот круглый стол, на котором было практически ненагласно принято решение о том, что надо это делать. Выступали люди от разных организаций, от МВД, от МЧС и от Минпромторга и так далее. И сейчас пошел процесс, запускающий в новую реанимацию вот этой идеи, ввести этот расширенный объем и наполнить его конкретными мероприятиями. Что в новой редакции статьи учитывается? Там вводятся такие понятия, как первая помощь, оно, к сожалению, у нас нет в законодательстве, что это такое, даже в законе о охране здоровья граждан. Несмотря на то, что есть отдельная статья, вводится понятие пострадавший и участник оказания первой помощи, потому что называть человека, который находится на месте происшествия больным, пациентом или как-то по-другому, неправильно. Пациент становится только тогда, когда обратился в медицинскую организацию. Разделяется это, я уже сказал, на базовую первую помощь и расширенную первую помощь. И вводится полномочия по утверждению перечня мероприятий для федеральных органов исполнительной власти. И самое главное, что отличает редакцию от предыдущей редакции поправок, то есть вводится понятие порядка оказания первой помощи. Потому что на сегодняшний момент в учебниках пишут какие-то отдельные мероприятия, отдельные какие-то куски, но как ее действовать на месте происшествия конкретно, не пишет практически никто. Или иногда пишут разрозненно. Если это будет утверждено законодательно, то люди получают в том числе даже защиту, как психологическую, так и юридическую. Я выполнял порядок, если пострадавший не выжил, это не моя вина. Сейчас он всегда может запутаться, одни рекомендуют так, другие рекомендуют так. И остаться в конце концов даже там, если не с юридической какой-то ответственностью, тут мы, в общем-то, защищены законодательством. Но с психологическим каким-то неуверенностью, что все-таки все ли было сделано правильно. Значит, мало того, было еще что обсуждено на этом круглом столе. Значит, есть попытка ввести в Уголовный кодекс отдельную статью, защищающую гражданина от уголовного преследования в случае оказания первой помощи, даже если будет нанесен неумышленный вред при оказании этой помощи. Это аналог американского закона доброго самаритянина, я думаю, многие о нем слышали. То есть не подлежит, если не доказано, что этот вред был нанесен умышленно. Потому что ситуация крайняя, крайняя необходимость, и эту помощь надо оказывать. Получится, не получится, не знаю. Если получится, то будет огромный прорыв в развитии первой помощи у нас в стране, потому что у нас люди боятся уголовной ответственности, несмотря на то, что прецедентов практически нету, чтобы кого-то за это осудили. Но такой внутренний страх у людей существует. Значит, еще какая большая проблема – это отсутствие унификации. Ну вот этот слайд… Да, сначала я расскажу, что у нас вообще законодательство по первой помощи, наверное, самое совершенное в мире, потому что у нас обучать должны практически всех, причем по много раз. Ну давайте пробежимся так, да. У нас в ГОСах при обучении в школе первую помощь должны преподавать аж на трех предметах. Это биология, это ОБЖ и это физкультура. Правда, не все физкультурники об этом знают, да, то есть что они должны преподавать первую помощь. Значит, у нас недавно вступил в действие закон федеральный, значит, это в 2016 году произошло, когда все педагогические работники теперь должны быть обучены первой помощью. Это примерно 2,5 миллиона человек, не так мало. Это закон об образовании. У нас все водители, получая права, должны проходить обучение по первой помощи, новые программы вступили, они полностью соответствуют законодательству впервые, да, то есть они полностью соответствуют 477 приказу. Тоже примерно 2 миллиона выпускников в год. Огромная армия, которая могла бы быть подготовлена и реально оказывать первую помощь и оказывать ее хорошо. Ну, статья 214 трудового кодекса обязывает всех работников, независимо, это не только производство, это все работники должны проходить обучение по первой помощи, причем там в порядке обучения не позднее, чем через месяц после поступления на работу. Ну, наверное, это не очень реально, но тем не менее в кодексе это серьезный документ, это существует. Ну, и уже указаны вот эти категории, не буду их еще раз перечислять, конечно же, в своих программах обучения имеют обязанности по обучению оказания первой помощи. То есть очень мощная система, но, к сожалению, она выполняется слабо, да, мягко так скажем, выполняется не очень эффективно, политкорректно. Значит, что касается разнообразия, почему требуется унификация, но обратите внимание на слайд, это просто учебники, которые написаны по первой помощи, и посмотрите даже просто по формату и по названиям, насколько они разнятся друг от друга, насколько они отличаются, и скорая помощь на даче, я вообще не знаю, что это такое, да, вот если по терминологии брать, ну, не буду перечислять, глазами видите и так далее. Поверьте, что внутри точно такое же разнообразие, даже больше. Соответственно, обыватель видит, что вот все так по-разному, он просто закрывается, не хочет эту помощь оказывать, потому что понимает, что это вот, ну, совершенно непонятно. Интернет прекрасный источник информации, быстро доходит, можно быстро менять и так далее, но вот рекомендация одного из красиво оформленных сайтов, что делать при тепловом ударе, да, надрезать уши, чтобы выпустить темную кровь, пока не пойдет светлая, какая-то загадочная мистическая манипуляция, приставить к ушам кровососные банки, я даже не знаю физику процесса, как они могут присосаться к ушам, да, то есть они, гладкие уши должны быть. Дальше к рукам, ногам приложить тертый хрен, тертый лук, тряпу смоченную скипидаром, представьте, все это на пляже, да, вот происходит реально тепловой удар. А вот, дальше даже не буду зачитывать, просто в аудитории не очень удобно, если там видно, прочитаете и так далее, то есть вообще жуть-жуткая. А после того, как он пришел в сознание, дать ему попить, я всегда говорю, вот после того, как он пришел в сознание, после вот этого всего, надо бежать с места происшествия, потому что, в общем-то, человек получил оборот, просыпается весь в крови, не комментируя. Значит, еще, я говорил про 21 век, как хорошо, к сожалению, у нас некоторые элементы первой помощи еще находятся даже не в 20-м, а даже в 19-м веке. Это у меня дочка сделала в школе фотографию плаката, ну, не буду говорить, что внизу реанимации нарисованы, там 4-5 надавлений, во-первых, никогда не было, да, то есть было либо 5, либо 15, вот, и это устарело в 5-м году. Но вверху изображен метод искусственного дыхания по Сильвестру, который был придуман, внимание, в 1858 году. Он во всем мире уже много десятилетий не применяется, он придумал был до обмена у нас крепостного права в стране, да, то есть вот представляете, и до сих пор это висит в нашей школе. Мне особенно обидно, что это висит в школе в той стране, где фактически была создана современная реаниматология. Академия Книговский был назван отцом реаниматологии, значит, иностранцами, то есть не только у нас это почитается. И это до сих пор висит в наших школах. Значит, ну, еще, несколько пробегусь по проблемам, билеты водителей, да, которые сдают 2 миллиона в год, сдают экзамен и так далее, значит, там вот вверху расположение рук, которое не существует правильного ответа, да, внизу искусственная вентиляция легких, которая в приказе написана искусственное дыхание, но не делает искусственную вентиляцию легких обыватель, проводя дыхание рот-рот. Это медицинская процедура. Одна из рекомендаций была, правильный ответ при кровотечении наложить жгут на место перелома, да, вот, ну, то есть, тоже я бы хотел видеть, как это все происходит. Почему-то в этих билетах была скорая медицинская помощь написана с большой буквы и в кавычках, да, вот, почему они не пишут, что вот вызвать полицию в кавычках, то есть, у нас реальная служба скорой помощи, а не в кавычках, но, тем не менее, было. Но, в общем-то, удается с некоторыми вопросами потихоньку бороться. Было три публикации в известиях, и, соответственно, это разгадилось по всем средствам массовой информации, и в начале этого года ГИБДД изменило билеты, теперь билеты соответствуют как программе подготовки, так и действующего заказательства, слава богу. Ну, трудно было, конечно, в честь мундира, то есть, это все можно понять, но очень плохо, когда водителя учат одному, отвечать он должен по-другому. Вы понимаете, что наступают когнитивные диссонансы, он эту помощь оказывать не будет. Значит, ГОСТ вышел совершенно недавно, с 2015 года действует, межгосударственный стандарт, в котором программа подготовки по первой помощи. Значит, ну, вверху это вопросы терминологии, да, там, и оказание экстренной помощи, первой медицинской самой взаимопомощи, первой медицинской помощи, ГОСТ 2015 года. Значит, характеристика раневых поражений, да, вот, наверное, загадкой является, что ж это такое, рана это отдельно, поражение это отдельно, туалет полости рта, ну, и вот пищевое отравление, токсик-инфекция, токсик-инфекция – один из вариантов пищевых отравлений. Ну, а какие варианты предлагают для работника, да, это признаки биологической смерти, у нас вообще врач диагностировать биологическую смерть, это целая процедура регламентированная. Признак белоглазого, пятна лярше, ну, а самый хит, наверное, подножная эфизема, да, то есть они даже опечатку допустили такую, и этот ГОСТ, ГОСТ стандарта был принят. Почему так происходит? Обратите внимание, этот ГОСТ разработан обществом с ограниченной ответственностью, эко-жил-сервис, он утвержден Межгосударственным комитетом по стандартам, и не был согласован ни с Минтрудом, ни с Минобром, ни с Минздравом. Но, к сожалению, получается, надо так, да, и, соответственно, это всё приносит путаницу в головы. Ещё одна проблема, есть Олимпиады и ЕГЭ по биологии, по ОБЖ, где первая помощь присутствует. Ну вот, натыкаюсь в Олимпиаде по биологии на такой вопрос. Нарисунки схематично представлены некоторые виды переломов плечевой кости у человека. Такие-то переломы, какие из них опасны с точки зрения кровотечения? Смотрю и что-то чувствую не так. Потом смотрю, а нарисована бедренная кость, а не плечевая. Но так же тоже нельзя, понимаете, потому что это вызывает улыбку и, соответственно, очень несерьёзное отношение к первой помощи. Про перспективы хватит, наверное, о проблемах, потому что они действительно есть, и это вызывает негатив у людей, которые есть. Что происходит и что в ближайшей перспективе будет решено? Ну, во-первых, разработан универсальный алгоритм оказания первой помощи, то есть та самая последовательность, как нужно выполнять эти мероприятия. Он находится сейчас подготовлено и отдан на подпись замминистра. Я думаю, что в ближайшее время он будет подписан и подготовлен. Это тот самый алгоритм, только в графическом варианте, когда он очень простой, линейный. Мы выполняем одно мероприятие за другим, и только если состояние легче, чем могло бы быть, мы перескакиваем через несколько состояний. То есть если больной дышит, не надо ему делать реанимацию. Мы сразу начинаем искать кровотечение. Значит, разработана примерная программа обучения лиц, обязанных имеющих право оказания первой помощи. То есть до сегодняшнего дня все программы разрабатывались самостоятельно разными организациями, и в них, как и в учебниках, огромное разнообразие. Вот сейчас подготовлена такая базовая программа. Эта программа получила все рецензии. Одна из рецензий, эта глыбочка подписала как представитель Координационного совета области образования медицины и медицинской науки. То есть самый высокий орган, который подтверждает правильность программы. РМАПО тоже давала, РМАНБО отзыв на эту программу. Также сейчас разработана программа для подготовки преподавателей. Первой помощи. До этого никто никогда такую программу не разрабатывал, потому что априори считалось, что любой медицинский работник уже преподаватель первой помощи, что в общем-то не так. Ну не знаю, как кого, но нас преподавать не учили вовсе, когда я учился. То есть и первая помощь была разбросана по разным кафедрам. Как действовать в алгоритме, в общем-то не учили. Хирурги учили кровотечением, реаниматологи реанимации. Кстати, пришла информация, что на эту, видимо, днями тоже от глыбочка получена на нее рецензия. Следующий. Разработанный учебный методический комплекс, который состоит из двух основных пособий. Значит, это учебник для преподавателей и учебник для обучаемого. Получены рецензии от ведущих специалистов в этом области. Правда, вот сейчас в президиуме никого из них не осталось. Это Бояринсов Валерий Владимирович, Багненко Сергей Федорович и Гончаров Сергей Федорович. Получены эти рецензии. И Минздрав в ближайшее время, как только будет получен вот этот вот отзыв на программу, будет вывешивать это на сайте и рекомендовать использовать для обучения всем министерствам и ведомствам или как минимум для разработки своих учебников и своих программ, для того, чтобы создать какую-то определенную унификацию. Кстати, в этот учебно-методический комплекс входят еще и тестовые задачи, слайды, плакаты, то есть весь комплект, который не надо изобретать, лазить по интернету, находить вот такие рекомендации, которые я вам показывал, а находить реальные, брать этот учебник и идти в класс, преподавать по методике, определенной, удобной и быстрее. Есть сайты, уже много лет функционирует все о первой помощи, где содержится только достоверная информация. И, кстати, учебно-методический комплекс там тоже будет вывешен параллельно с вывешиванием Минздрава, потому что, чтобы было более удобно, более широко. Он, кстати, как бы структурирован по участникам оказания первой помощи. То есть, если, например, это пожарная охрана, то они входят и смотрят нормативные документы, которые касаются их. Может быть, их не очень интересно там, что по водителям и по учителям, поэтому можно вот каждому найти ту информацию, не перелопачивая большое количество информации. Значит, вот я уже говорил про медицинских работников, что этот миф давно существовал, что любой медицинский работник априори преподаватель, ни одного нормативного документа, регламентирующего это, нет в стране. Но этот миф тотально в головах, ну или почти тотально в головах сидит, и все считают, что это именно так. Но вот позапрошлом году, да, это был... Нет, в 17-м, в прошлом году, значит, время как летит, кажется, что уже много прошло, значит, было наконец-то получено, то есть от Всероссийского корпуса спасателей, как общественной организации мы написали письмо в Министерство образования тогда, и получили ответ, который говорит следующее, что программы по первой помощи могут быть реализованы педагогическими работниками, попадающие по должности, руководитель этих, в номенкатуре должностей педагогических работников. То есть ни одного слова с корнем «медицинское» в ответе министра образования нету, то есть поэтому вот это медицинское образование не нужно. А если мы посмотрим, что за номенклатура, кто может преподавать, вообще быть преподавателем, попадая на номенклатура, то здесь есть три категории. Первая – это высшее или профессиональное, или среднее профессиональное образование по профилю образования и педагогика. То есть не очень хорошая формулировка для нас, в том плане, что любой педагог, получивший, уже априори может быть. Но если курсы преподавания первой помощи вводить в педагогических вузах, то фактически они могут выходить оттуда готовыми преподавателями. И это не очень сложно, курс не очень большой. Вторая категория – это люди, имеющие высшее или среднее образование в области, соответствующей преподаваемому предмету. И вот это то, что все считали, что медицинское образование как раз область преподаваемого предмета. Дамы и господа, у нас нет высшего или среднего образования по первой помощи. Это другой вид помощи, это отдельная статья в законе о здравоохранении, и поэтому этот пункт для первой помощи вообще не работает. Медицинские не попадают под это. И третий, самый хороший пункт в этом отношении – это любой человек, имеющий высшее или среднее специальное образование и прошедший дополнительное профессиональное образование в области преподаваемой. То есть любой человек, имеющий образование, проходит дополнительный курс оказания первой помощи и преподавания первой помощи, и может это преподавать. И это самый идеальный вариант. Почему? Потому что сотрудник МЧС, просто вот сидят коллеги, значит, лучше, когда будет учиться сотрудник МЧС, они будут разговаривать на одном языке, они будут друг другу больше доверять. Школьника лучше школьник, водителя лучше водитель, потому что есть принцип равный-равного. Он лучше всего работает. ГИБДДшника лучше, если будет преподавать ГИБДДшник. Они проще друг друга поймут и будут больше понимать, что раз он может, то я, наверное, тоже смогу. Сейчас должна создаваться система подготовки преподавателей, которой не было. Она трехуровневая выглядит. Есть преподаватели высшего звена, которые готовят… Рабочее название инструктор, скорее всего, будет преподаватель. У нас нет номинкатуре должности инструктора первой помощи, а преподаватели первой помощи есть просто преподаватели. Они уже обучают исполнителей первой помощи. И это уже началось. И, мало того, вот эта идея, она вошла, с этого года начинает работать в национальный проект, приоритетный национальный проект образования. И в 10-ти регионах будет проводиться пилотный проект по внедрению вот этой системы обучения преподавателей для общеобразовательных школ для того, чтобы УБЖ преподавать первую помощь в рамках УБЖ очень хорошо. Мало того, есть хорошая идея, что вот 35 уроков, например, которые есть в 8-м классе, собрать в несколько дней подряд и преподавать. Это можно тогда на выездном центре, там можно подряд окунуться в эту проблему, потому что по 45 минут целый год эффективность не очень большая. Кто помнит, раньше был такой учебно-производственный комбинат, когда один день в неделю забирали и обучали конкретно специальности. Вот здесь это может быть реализовано. Кстати, это не только касается по УБЖ первой помощи, но и пожарной безопасности и прочее. Ну и еще что может повлиять, последняя одна из новостей, что приказом 553 от 23 августа министром здравоохранения введена должность главного внештатного специалиста по первой помощи. Тут вопрос заключается в том, что Минздрав таким образом увидел, что первая помощь это проблема, что это специальность и поставил ее в одну линейку с такими специальностями. Ну видите, пластический хирург, патологическая анатомия, офтальмолог и так далее, как все остальные медицинские. То есть до этого как-то считалось, что это не такая проблема. Поэтому это тоже позволит созданию профильной комиссии, создать систему вот такой вертикали распространения информации в регионы, федеральные округа для того, чтобы унифицировать систему подготовки. Ну и закончить я хотел бы словами, которые были сказаны уже довольно давно, но слова хорошие, мне они очень нравятся, я их часто повторяю. Это сказал Дмитрий Анатольевич Морозов, председатель комитета Госдумы по охране здоровья. Значит, он сказал такие слова. Человек, гражданин нашего общества, должен обязательно читать Пушкина, знать, кто такой Чайковский и уметь оказывать первую помощь. Это национальная идея. Слова, может быть, немножко пафосные, но, на мой взгляд, очень хорошие, очень правильные, потому что если действительно это будет реализовываться, если мы действительно захотим все оказывать, помогать своим людям, не абстрактно, а конкретно здесь и сейчас, то, возможно, мы сможем обучить, замотивировать и оснастить десятки миллионов людей, спасать ежегодно десятки тысяч жизней. Спасибо за внимание. Продолжение следует...